Знакомьтесь, электробус Сити Ритм. Это совершенно новая модель, которую разрабатывали на заводе Волгобас. Ни бензина, ни газа, только электричество. Экологичнее и быть не может. Плюс повышенная комфортность и новый современный дизайн. За рулем этого автобуса опытный водитель-испытатель Анатолий Платонов. Стаж работы 30 лет. Водилы, троллейбусы и городские автобусы. Но машины, подобные новому электробусу Сити Ритм, еще не встречал. Машина очень резвая, по управлению очень простая. Здесь, по сравнению с троллейбусом, начинал также с троллейбусного парка, здесь никаких хлопанев, ни контакторов, ничего нет. Просто идеальная тишина, и машина очень хорошо управляется. Запас хода электробуса больше 200 километров. На маршруте он может работать весь день без подзарядки. А заряжается ночью, когда электричество стоит дешевле и нет большой нагрузки на сети. Движется машина за счет электромотора российского производства. А под сидениями автобуса спрятано порядка 300 аккумуляторов. Зарядить их все можно всего лишь за 5 часов. При этом перевозчикам даже не нужно нести лишних расходов. Подзарядка происходит от электрооборудования, которое уже имеется в любом автобусном парке. Это электронная система торможения, которая обеспечивает полную остановку подвижного состава с максимальной рекуперацией энергии, возвратом энергии от торможения в батарее. А еще электроусилители руля, электрическая система отопления салона и светодиодное освещение. В машине вообще не используются технические жидкости. И по сути она не требует регулярного техобслуживания. Кроме этого электробус Сити Ритм в 4 раза экономичнее дизельных автобусов. И ко всему прочему цена вдвое ниже европейских аналогов. На заводе Волгобас уверяют, стоимость машины будет еще падать, когда запустится серийное производство. Пока к электробусам присматриваются транспортные компании и региональные перевозчики. Заинтересовались новой моделью от российского производителя и за рубежом. Например, этот электробус собирают специально для отправки в Тегеран. С недавнего времени столица Ирана начала обновлять свой серьезно устаревший автобусный парк. Закупать решили сразу самые современные, экологичные и дешевые машины. Выбор пал на электробус от завода Волгобас. Экспортную модель модернизировали под условия эксплуатации в жарком иранском климате. Отличается она от обычных машин. То, что у нее стоит климат-система, мощные стоят стеклопакеты для обеспечения микроклимата внутри салона и для водителя. Так как страна жаркая, и так как там пересеченная местность, здесь стоит более мощный двигатель. Данный двигатель предоставлен Владимирским заводом. Спрос на электробусы Ситеритм растет и в планах Волгобаса выпустить порядка 150 машин уже в этом году. Если электрические автобусы транспорт настоящего, то будущее за беспилотниками. И Волгобас активно занимается разработкой таких машин. Проект «Матрешка» был представлен компанией в 2016 году. Это машины, которые можно использовать и для пассажирских перевозок, и для грузовых. А в дальнейшем и в качестве коммунальной техники. Самое главное, двигается она без какого-либо участия человека. Управляется «Матрешка» полностью компьютером. Соответственно, через некоторое время, наверное, в больших городах вопрос собственного личного транспорта будет не нужен. Зачем нам содержать свои машины и вредить экологии города, если мы можем взять телефон, выбрать в приложении маршрут, который нам нужен. Подъедет машина, перевезет нас куда нужно, мы выйдем и пойдем дальше. У нас не будет проблем парковок, у нас не будет проблем нагрузки экологической, не будет проблем содержания собственного транспорта в большом городе и стояния в бесконечных пробках. Пока вместимость пассажирской «Матрешки» 8 человек. И на них уже появился спрос. В этом году завод «Волгобас» выпустит 8 беспилотников для инновационного центра «Сколково» и «Москвы». В столице новинка будет работать в городских парках. А в скором времени «Волгобас» модернизирует свою разработку и создаст беспилотник на 20 пассажиров. Кроме того, в планах предприятия выпустить модель «Матрешки» для работы в цехах крупных заводов. Например, таких, как и сам «Волгобас». Никита Королев, Александр Мажаров, 6 канал.